всем доброго времени суток сегодня я отправился один на охоту на водоплавающую охота у нас в принципе уже давненько открылась я уже наверно 1 5 ездил охотился ну добывал утку вот хотелось бы красиво моменты заснять ну никак не получается и вот приходится несколько раз приезжать на охоту чтобы у тебя все получилось ну как бы вот ради видео съемок и посмотреть на себя со стороны как это все делается как вообще дробь ложится вот я допустим сейчас купил хорошие патроны один патрон стоит 45 рублей это фирма фиочи хорошо зарекомендовали себя эти патроны патроны в патроннике не застревают классно стреляют вы спросите любого блогера охотника который ходит занимается вот долгий этот процесс брожение там где-то по лесу где-то по озерам сложно заснять вот рыбалку до рыбалку меня на канале намного лучше получается заснять и как бы не нужен никакой ассистент вот для охоты намного сложнее заснять хорошие красивые моменты ну и сегодня хочу еще показать что я вообще приобрел на алиэкспрессе это весной я уже протестировал допустим протестировал фонарик вот такой вот магнитный подствольный офигенный фонарик мне понравился хорошо светит сегодня наверное стемнеет сегодня хочу продемонстрировать как он светит оставайтесь на канале надеюсь для вас будет интересно сейчас свернул на дорогу такую бездорожную без асфальта конечно дорога не очень хорошая ну придется еще пять километров здесь проехать по такой не очень хорошие дорожки дорога здесь конечно капец какая нужно всю подвеску ставить и ну наконец-то я добрался зарядился осталось только поставить манчуки и поставить скоток и ну и в принципе дождаться вечера как я и говорил друзья моменты я не всегда могу поймать но некоторые я моменты красиво ловлю на охоте вот для этого я завел себе тик ток кому будет интересно название имя моего тик тока будет наверно в этом экрана вашего экрана вот там уже буду выкладывать короткие видео чисто моменты про рыбалку и про охоту ну и как я говорил вот патрончики фиочи навеска 32 грамма значит это тройка дробь тройка и высота 70 миллиметров ружье значит я использую турецкое ружье это фирма хорошо себя зарекомендовала очень легкая без патронов весе 3 килограмма инерционка но жрет не все патроны вот я вот подобрал вот эти вот патроны фиочи хорошие ну еще и фетро он хавы азот сибирь не хавы там еще какие-то патроны не помню он не ест то есть здесь вот застревают они не хватает силы перезарядки пороха чтобы перезарядилась ну я вышел из положения нашел себе патроны в таком плане фиочи вот это ружье я брал знакомого хорошего за 15000 там на стрел там вообще не больше тысячи патронов по моему на стрел классная легкая идет хорошо но есть одна небольшая проблемка я наверно вам покажу попозже какая будет проблема при разрядке патронов у меня высылатели получается подает уже сразу два патрона и хотел бы обратиться тем кто смотрит это видео расскажите в чем проблема скорее всего здесь держатель который патрона держит я так думаю держать патрона он просто то ли он стесался надо посмотреть то ли не держит как-то надо сделать или поменять что-то хочу узнать вашего мнения ну чисто по вашим советам что может быть вообще в таком случае буду очень благодарен очень любезен если вы мне подскажете что с этим делать а так стреляет хорошо перезарядка идет нормально патроны вылетают ну и первым делом я хочу сделать сейчас крадок максимально себя скрыть наломая вот таких вот веток осиновых натяну сетку и потом расставлю вот такие вот ветки ну собственно вот такое вот озеро оно чистое прозрачное здесь и карася видел и окуня видел прошлый раз сидел ни одной не взял но налеты были пока что уток не видать но сейчас до вечера если успокоится ветер будет намного проще надеюсь будут какие-то налеты пролеты и принципе здесь недалеко до машины вот машины там стоит здесь кто-то съел одно яйцо и очень много сигарет скурил на одном месте интересно конечно там утка сидит сейчас попробую взять там здесь рядышком не знаю как получится ну вот друзья хотел поставить скрадок и по пути попалась прямо сидел утка на тропе можно так сказать вот одну взял не успел приехать уже на шлюм взял кстати сегодня скорее всего еще будет шлюм останусь я завтра до утра попробую вечером сварить шлюма еще хотя бы одну взять и буду заниматься ну уже охота так скажем уже про про проходит удачно не супер-пупер конечно скрадок получился но получилось сейчас еще немножко веток добавлю и будет нормально от скоротка до допустим там если манки поставить метр двадцать двадцать пять осталось поставить манчуки уже почти вечер буду сидеть крякать ветер успокоился одну утку уже взял вот не торопясь сейчас решил перекусить значит взял селедочки и обычный хлеб ну и дома забыл вилку приходится конечно вот подручными листвами так скажем изготавливать что-то придумывать вот такую вилку сделал из обычного сухого деревца ну в качестве вилки конечно не как вилка но есть можно ну вот вдоль травы рассадил вот так вот ну что осенью обычно утка в траву любит садиться ближе к траве потому что она любит прятаться вот тринадцать штук расставил кстати вот такую вот сетку я брал брал на алишки что там она в районе 1300 1200 стоит как раз на осень когда все зелено еще еще у нас листья особо не желтеют ну немножко начали желтеть вот если что ссылку оставлю в описании и на фонарик и на сетки ну и на всякие разные полезные вещи которые я применяю уже на рыбалке и на охоте ой красота вообще класс ветер практически успокоился вот все сижу уже сейчас буду крякать обычно говорят осенью тяжело добыть утку она практически в манчуке не садится потому что она уже расплодилась уже с выводками по траве шастает вот ну я выбрал такой лайтовый вариант чисто за сетку как на весновке на весновке обычно делают скротки подзывают когда она дико садится на манчуке ну вот я с товарищем недавно был мы также сидели в скротке тоже сетку натянули и практически уже сумерки начались и утка начала садиться прям манчуке надеюсь в этот раз тоже будет также сижу уже час ни одного пролета не было ни одного есть вот только начал расстраиваться думал налетов нету час посидел парочка села далеко немножко покрякал они начали потихоньку потихоньку поплывать ну где-то их с метров наверно его селезня я выбрал там утка была и селезнь метров наверно 30 получилось ну можно сказать короче с третьего выстрела сначала первый был выстрел подранил он начал взлетать второй и третий уже контрольный сделал вот сейчас как-то надо будет доставать не знаю надо будет там поглубже дальше наверно возможно спиннинг у меня кстати спиннинг есть взял на всякий случай ну есть принципе и брода еще одел броды взял все-таки спиннинг тоже всякий случай попробую блесной и потому что ветер туда она может сейчас уплыть надо ее как-то доставать раз 20 кинул чтобы зацепить ее если не больше чуть не уплыла так бы вот на той же сторону был уплыла и все я бы я бы потерял бы ее у меня лодки то нету лодку не взял с собой резиновую ну и больше мороки есть резиновая но она большая долго с ним морочится сами знаете мишима которая лодка вообще офигенная лодка кстати можете посмотреть у меня на канале там обзорчики делал неплохие о прям за лапу зацепил ну такая нормально крупная это черник что ли черник точно черник отлично хорошая утка сегодня будет шулем все я доволен вот там кстати чудо большое прям плюхалась здесь рыбы кстати дофига где-то вот там было были всплески ладно мы приехали не на рыбалку на охоту не зря конечно я взял с собой спиннинг и броды одел вот наконец-то еще одну утку взял это черник у меня один манчук стоит черник и по осени они садятся на манчуки осталось еще одну добрать утку так как в сутки можно брать только три утки и можно ставить казан и готовить шулем сейчас немножко еще посижу и буду разводить костер блин ну и получилось сейчас взять утку плохо прицелился она поднялась два выстрела по воде сделал и еще два выстрела она вот в одну сторону пролетела в лед хотел сбить короче не получилось буду еще немножко сидеть посижу надо все-таки третью добрать чтобы потом отправиться поварить шулемчик ну не знаю на камеру было видно не видно третья утку туда брал ну все друзья я короче еще третью утку взял вот и хотел вам продемонстрировать фонарик подствольный на магните вот он сам своей персоной собственной персоны значит здесь стоят магниты мощные очень хорошие мощные магниты допустим берешь вот так вот раз и все и он под стволом но я оторвал проводок вот здесь вот с этой стороны откручивается сама крышка и прикручивается другая крышка и идет витой проводок с кнопкой вот я его оторвал и я придумал другую штуку такую я его цепляю сейчас вот сюда так вот сбоку и он очень надежно сидит очень плотно хорошо сидит никуда не девается вот сделал кнопочку немножко покрутил сам фонарик и сам хомут сам держатель настроил под большой палец допустим если утка садится я ее вижу ночью я его включаю вот и выключаю но единственно что именно вот с этой кнопки выключается через другие режимы если кнопку выводите с проводка вот я комплект целый заказывал там целый комплект идет эта кнопка включает только просто фонарик режимов никаких нету там сигнал SOS там тихий режим то есть включил выключил включил выключил допустим кнопку если сюда вывел все но вот так в таком положении конечно то что я оторвал проводок это неудобно вот ну в принципе этого хватает я включил сделал выстрел ну единственно что не могу я пока что заснять не получалось у меня заснять это все дело хотя были моменты вот ну вот как бы как бы вот так вот так вот светит подствольный фонарик в принципе вот допустим сейчас приближу вот мои манчики видно если утка сядет будет видно вполне на метров пятьдесят такой фонарик берет вот так вот сверху вот чуть повыше сделала ну в общем видно этого достаточно я вот сейчас сижу от мальчиков метров наверное двадцати пяти тридцати ну все сейчас уже стемнело сильно стемнело буду сейчас собираться идти к машине варить шлюм осталось почистить уток почистить картошку почистить морковку ну и лук и буду приниматься за приготовлением шлюма и и все охотники знают что чистка утки это как бы муторное такое дело ну когда хочется шлюма приходится просто чистить от перьев пальцы устают бывает что вот допустим вот это утка это чернить жесткая у них оперение жесткое и приходится усилие такое сказать принимать применять усилия допустим если чистишь черка черок такие черки принципе они легко чистится и быстро когда они еще молодые а так вот такие вот здоровые самцы их тяжело чистить ну обычно утиное мясо готовится минимум два часа это мясо дикое это не куриное мясо курица то быстро готовится вот путина надо долго готовить чтобы она хорошо проварилась тем тем самым во время кипячения вода испаряется и надо добавлять еще плюс к этому воду а 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 немножко перемешаем чтобы был аромат даем настояться минут пять десять и все шлюм практически готов а 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 Друзья, шлюм готов В него я добавлял Картошку Морковку Лук обычный репчатый Зелень и лавровый лист Ну и конечно же соль Значит сейчас я попробую На вкус как оно будет Просто отменно Просто супер Это лучшая еда Которая приготовлена на костре В полевых условиях Значит друзья Всем спасибо Кто досмотрел это видео до конца Всем приятного аппетита Буду благодарен Всем кто поставит лайки Комментарии Дизлайки Подписались на канал Быстренько подписались Всем счастливо Всем пока До следующих рыбалок И до следующих охот Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok